Это будет невероятно важно, поскольку Андрей Владимирович, помимо того, что он замечательный архитектор, он еще и архитектор, который очень много всего построил. В нашей с вами действительности такое редко встречается, и помимо того, что он построил много в России, он еще построил много за рубежом, и помимо того, что он строил, он еще и написал много интересных книг, а вот как минимум мой опыт общения с архитекторами, как правило, показывает, что это две взаимоисключающие особенности, два взаимоисключающих дара. Если человек хорошо строит, он не может хорошо писать, а наоборот, здесь совершенно феноменальное сочетание. Таким образом, более того, Андрей Владимирович управлял очень известными коллективами архитекторов, и один из них всем хорошо известен не так, это было еще довольно давно, это был центр какой не только архитектурной и эстетической мысли, а вообще, если можно сказать, вообще такой центр интеллектуальный в России в 80-х годах, в 90-х годах, а затем большой проектной организации под названием «Моспроект 4». Я, наверное, не упомянул еще каких-то многих обстоятельств, которые я должен был упомянуть, но я передаю слово Андрею Владимировичу, и, соответственно, сегодня его доклад называется «Архитектура. Две профессии Владимировича». Пожалуйста. Спасибо. С вашего разрешения я сяду за этот столик, да? И я не очень хорошо подготовился к сегодняшнему разговору, не будет никаких картинок, то есть вам придется напрячь воображение, но я полагаю, что, может быть, это даже и к лучшему. Я вдруг какой-то момент понял, что, когда тебе рассказывают какой-то фильм, посмотренный кем-то, то, как бы это сказать, впечатления зачастую бывают больше, чем от просмотра, да? Поэтому напрягите собственное воображение и постарайтесь проиллюстрировать самостоятельно все то, что я вам буду рассказывать. А то, что я вам буду рассказывать, это не более чем сомнения некие. Некие сомнения, которые возникли в связи с тем, что, казалось бы, привычное, и, в общем, то, что кажется вполне обыденным, естественным, правильным, единственно возможным, в приближайшем рассмотрении оказывается гораздо-гораздо более сложным, мотивированным, и непростым. Речь вот идет о чем. Если посмотреть сверху на город, на Москву, когда мы прилетаем, мы отчетливо увидим явную составленность его. Присутствие двух городов внутри одного города. Это историческая часть, еще какие-то фрагменты, и все то, что появилось, скажем, в течение последних 50-60 лет, так называемый новый район. Абсолютно разная физика, абсолютно разное ощущение, переживание. Причем, если вспомнить какой-нибудь Фес, Марракеш, там, в присутствии европейского города и города Туземного, на каком-то даже расстоянии, кажется, в общем, вещь очень-то вполне естественная. Значит, один живет своей жизнью, другой живет своей жизнью. Люди эти, как правило, не связаны, эти два сообщества друг с другом. Но в то же время они каким-то образом, каким-то образом существуют и являются собой один город. Но этот один город, город колониальный, город Туземный, он объясним, его природа объяснима, его судьба объяснима и так далее. Что же произошло с Москвой, что произошло вообще с российскими городами, что заставило им быть столь непохожими и в то же время одинаковыми, носить одно и то же имя, и под этим именем сохранять абсолютно две разные по природе какие-то части, две разные ткани. Вот это действительно вопрос, на который надо ответить. Почему это произошло, чем мы обязаны, за что мы это заработали. Вообще, если нам нравится один город, то, может быть, надо как-то переделывать другой. Если нам нравится старый, то, может быть, надо что-то делать с этими самыми новыми городами. С чего все это взялось? И для того, чтобы ответить на этот вопрос, надо просто погрузиться в природу профессии. Надо сказать, что не я один этим вопросом задавался. Где-то лет 40 тому назад мне попала на глаза замечательная статья, которая написана кем-то из профессоров Миланского университета, Миланского технологического, политехнического, точнее, университета, где одна из лучших, в общем, европейских артурных школ, где был такой замечательный человек, Джан-Карло де Карло. И вот кто-то из его студентов, из его аспирантов и так далее написал такую статейку. Она, в общем, была не сильно умной, не сильно задевающей, но у нее было замечательное название «Мавзолей против компьютеров». Это были где-то конец 60-х, начало 70-х годов. Представляете себе, вот все это время. То есть, с одной стороны, в общем, этот страшный наступающий вот этот другой город, вот этот массив, массив панельных домов, HLM и так далее, и так далее. В Европе происходило приблизительно все то, что мы сейчас видим вокруг себя. С другой стороны, уже в это время, в это время стала появляться какая-то другая архитектура, абсолютно иная, полностью противоположная той, которая делалась на заводах. Друг Крубезье, человек, которому верили все, на которого все смотрели как на Бога, после вот этих там машин и всего остального, начинает делать абсолютно противоположно. Он делает Раншан, он делает Ля Турет, он делает такие дома-дома-монументы практически в Чендигархе. В это же время появляется фантастический человек Луис Канн, вообще человек почти с русскими корнями, с острова Саарома, он из такой еврейской семьи, которая двинулась потом в Америку, и кто еще несколько раз приезжал сюда в Россию, я его видел здесь во время одного из его приезда, человек, который действительно знал какую-то тайну, вне всякого сомнения, и это волновало, потому что он говорил на другом языке. И спустя какое-то время был конкурс на Центр Помпиду, вы все это, наверное, помните и знаете, конкурс, который четко, что он провел границами между теми, кто делает компьютеры, и теми, кто делает мавзолеи. И сложилось впечатление, что действительно существуют в одной профессии какие-то два настроения. Два настроения, в общем, очень как-то не схожие, если не сказать прямо, то вполне противоположные. Они существуют одновременно. Для того, чтобы это понять, надо вернуться к тому, что есть профессия, как она формировалась, когда она возникла и так далее. Вопреки каким-то таким явно завышенным представлениям моих коллег, многих моих коллег, которые считают, что профессия была вечной, и создатели пирамид и храмов и так далее были такими же архитекторами, в общем, все это не вполне так, не вполне так. Профессия где-то 400-450 лет, не более. Если называть архитекторами тех, кто занимается проектированием, проектированием, не строительством, подчеркиваю, а проектированием. В общем, проектирование – это же на особое занятие. Почему оно особое? Если мы подумаем о том, кто был до проекта, кто были как бы проархитекторами, то станет все ясно. А таковыми были жрецы, были те люди, масоны, конечно же, те люди, которые владели какими-то особыми умениями, особыми совершенно знаниями и особыми навыками. Но все эти люди, все эти люди не знали, что они архитекторы, потому что все они, в общем, делали один и тот же храм, одну и ту же пирамиду. Масоны делали один и тот же собор по всей Европе и так далее. Но с некоторыми вариациями. Если бы им удалось делать то, что они хотели, то вся Европа была бы застроена абсолютно одинаковыми соборами. Абсолютно одинаковыми. Снизу до верфи. Но в силу того, что технология была именно такой, какой она была, они были отлично, все эти фантастические, значит, готические сооружения. Но в их представлении это был один собор. Их нанимали, потому что они знали, как построить этот один собор, а не какой другой. Точно так же вели себя крестьяне. Русские, швейцарские крестьяне, немецкие, тогда они строили один дом. Один дом строили. Несмотря на то, что они отлично, эти дома, они не похожи и так далее, но в их представлении все они соответствовали одной модели. И были лишь разные вариации этого. И вот впервые, 450 лет назад, после реформации, после страшных религиозных войн, после страшных событий, связанных с этими самыми войнами, после промышленной революции, которая вернулась не меньшими бедами, не меньшими несчастными для людей, возникает профессия. Возникают люди, которые говорят по-новому абсолютно. Которые не следуют этим самым моделям, не следуют этим стандартам, не следуют тому, чему исследовали крестьяне и масоны, а говорят о том, что мы можем сделать сейчас нечто принципиально новое. И они делают это принципиально новое. И таким образом возникает проектная практика. Проектная практика, которая отделяется от строительной практики. Но это вовсе не значит, что забывается все, что было когда-то. Потому что рядом с этими строителями пирамид, рядом с ними, еще были гигантские массивы деревень. Гигантская вот эта вот ткань, ткань, я не знаю, там, споринья, вот этих вот там жутких лачуг и так далее, и так далее, которые делались так же совершенно по каким-то одним и тем же принципам, по одним и тем же моделям, но которые до нас не дошли, о которых мы не знаем ничего. И история архитектуры, ту, которую писали всегда, она их не помнит, она вычеркнула вообще все это, как и вычеркнула все то, что связано вообще с обыденной жизнью, с чем-то очень простым и понятным. И дальше возникает проектированная, практика проектная. Это первый разрыв, первый мощный взрыв, который в истории профессии происходит, который привел к ее рождению в конечном счете. Следующий мощный взрыв – это отделение, да, отделение сначала проектирования, проектирование строительства. Следующее – это отделение уже внутри проектирования, архитектора от инженера. Архитектора от инженера. Леонардо полагал себя инженером, полагал себя вообще человеком, который делает военные машины. То есть он себя, как сейчас принято говорить, как это презентовал всем, значит, этим самым сеньорам и так далее, презентовал как человек, который делает, во-первых, машины для осады городов и так далее, во-вторых, он делает замечательные машины, которые необходимы для праздников. Вот праздники были очень таким существенным, компонентом вообще всей этой жизни, и Леонардо замечательным образом подрабатывал таким образом. А все эти портреты и прочее, прочее, Мадонна – это такое было, в общем, в свободное время она это делала. Разделение произошло намного позже, намного позже, почти на 100 лет, когда возникли архитекторы, которые считали себя в чем-то продолжателями, вот тех масонов и так далее, и так далее, а рядом с ней возникли гражданские инженеры, и военные инженеры, вроде Бабана. И надо сказать, что и положение их общества было разным совершенно, и самоощущение у них было разным, и к этому были основания. Но шло время, и в какой-то момент возникла ситуация следующего разрыва и следующего взрыва. Возникло явление, которое не очень справедливо, но тем не менее, в общем, называется, и мы разделяем до сих пор, в общем, это название, оно фигурирует, и другого, более умного мы не нашли, возникло явление, называемое современной архитектурой. Современная архитектура резко отделила себя от всего того, что было до того. Вот пришли какие-то люди и сказали, вы знаете, мы не будем больше работать, как работали вы, мы будем работать совершенно по-другому. Первым был, конечно, Доль Плотц. Был такой замечательный австриец, который взял, снял с фасада дома любой-любой орнамент, сказал, что вообще орнамент — это преступление. Это произошло более 100 лет тому назад, именно поэтому сегодня мы вправе говорить о том, что вообще современная архитектура делась 100 лет тому назад. И вслед за ним во всех странах стали появляться люди, которые, как им казалось, и нам кажется теперь, были вдохновлены совершенно иными. Не тем, что передавалось по наследству строителей пирамид, потом тем людям, которые занимались проектированием, которые строили великие соборы, дворцы и так далее, а чем-то совсем другим. Манифестом, вообще говоря, таким признаваемым всем всего этого явления, этого движения становится, скажем, башня Татина третьего интернационала. Такая гигантская скульптура, которая была сделана, правда, в модели. И если не предвзято вообще эту вещь замечательную, удивительную, волнующую вещь, в общем, смотри, то она абсолютно абсурдна. Вот с инженерной точки зрения это бред полный. Это глупая глупость. Это вещь, которая нарисована человеком, вообще понятия не имевшим о работе, там, металлы, конструкции, о том, о сём и так далее. Не говоря уже, там, что там крутились все эти, все эти внутри него какие-то шары, кубы и так далее, и так далее. Но это был художник. Это был художник, который тщательно скрывал, вообще стыдился, на самом деле, того, что он художник. Он занимался живописи, ещё живопись у него была такая очень сомнительная, очень нежная, почти академическая. А стал он известен миру и стал татерином, только благодаря тому, что он создал вот эту вот удивительную виду, вдохновлённую техникой, по сути, что это были совершенно другие образы, это был другой язык, это был другой взгляд на мир, вдохновлённый тем, что архитектура не видела, вообще говоря, и то, что было невидимым. Вот то, что было невидимым, он открыл, он продемонстрирован, показал и выстроился на новую образность. Выстроился на новую образность и новый язык, художественный язык. И надо сказать, что все люди, которые рядом с ним, рядом с ним, существовали, жили, питались приблизительно тем, тем же, которые были его единомышленниками, они не считали себя, вообще говоря, художниками, считали себя инженерами человеческих душ и так далее, Леже считал себя рабочим, мы это знаем, Маяковский ещё не считал себя, в общем, человеком искусства и так далее. Они притворялись, эти люди. Вот те, кто притворялся, они, вдобавок ко всему, ещё были людьми без академического образования, как правило, либо людьми, распрощавшимися с академическим образованием. И Мисс Ван-де-Рой, и Корбезье, это были все люди, которые не получили систематического образования. Мисс Ван-де-Рой был каменщиком, этот вообще был часовщиком, Ле Корбезье и так далее. За ними не было, не было вот этого груза отягчающего, не было образования, не было всего того, что формировала профессию на протяжении всего этого времени. Надо сказать, что, вообще говоря, судьба и адептов современной архитуры, и свидетелей всего этого, она складывалась по-разному. И история знает огромное количество примеров перехода вообще из одной веры в другую, такую практически смену пола архитекторами. Это происходило наиболее, наиболее часто, но чрезвычайно болезненно в нашей стране, в России. Скажем, такой человек, как Желтовский, дважды менял веру. Будучи таким академистом, будучи палладеанцем, и прочим, он строит, вот известная ТЭЦ, которая обслуживает Кремль на берегу Москварики, конструктивистский дом, замечательный дом, да, и потом снова, потом снова превращается в такого палладеанца, вот с эти два раза человеками. Щусев, ну, тоже, тоже два раза, он строит, после почти сорока церквей, которые он сделал в таком, в таком псевдорусском стиле, утонченном, изысканнейшем, таком русском модерне, он строит дом Наркомзема, всем вам известный хорошо, и после этого, после этого возвращается к Ардеко, Москва, гостиница и так далее, там, станция метро Комсомольская, и прочее, прочее, это, в общем, такая русифицированная версия Ардеко. Практически через это, через это прошли все, все конструктивисты, в том числе, мой замечательный учитель, Барш Михайлович, который, ну, действительно, был, был человеком, во всех отношениях, замечательно, выдающимся, который сделал планетарий, который, известно, благодаря вот этому удивительному проекту, дома Комоны, выдающийся проект, проект, который повлиял на, не знаю, на формирование очень многих, там, скандинавских архитекторов, немецких архитекторов, и так далее, и так далее, который потом стал таким, в общем, умеренным классицистом, сделав замечательные кварталы, кварталы Минска, в том числе, восстановленного, и так далее, и так далее. Что же, что же, где же проходит вот эта грамма, и как можно, в общем, обозначить одну архитектуру, от другой, одну группу, и одну компанию, от другой, одну систему представления, настроения, от другой, в общем, это все лежит на поверхности, это лежит на поверхности, одни были строителями храмов, конечно, одни были людьми, носителями сакральной идеи, носителями горнего, высокого, и так далее, и так далее, и это ощущение, это переживание, оно присуще архитекторам. Другие, другие были людьми прямо противоположного свойства, людьми дольнего, низкого, профанного мира. Когда объявлялся конкурс на Дворец Труда, когда завод становился храмом, и так далее, это ясно, ясно, что речь шла о новом храме, речь шла о новой религии, о новой вере, речь шла о другом мире абсолютно, о перевернутом мире, о мире перевернутом ровно так, как Бахтина-то описывала, и так далее, но это был мир реальный, мир построенный, не мир воображаемый, а мир, который должен был окружать и формировать человека, который также становился прямой противоположностью своего предшественника. Это не только в России происходило, это происходило не только в России, но всюду это происходило и происходило по-разному. Самым удивительным образом это было выстроено в Соединенных Штатах, та Америка, которая вдохновляла всех европейских модерниц, всех адептов, всех обожателей современной архтуры. Эта Америка не видела всего этого у себя внутри. Вот журналы там СА, Арнуво, если вы их полистаете, там всюду идут не одетые каркасы небоскребов нью-йоркских, вот именно раздетые, то, что потом стало поводом для всех архтурмейс Ван-де-Роэ. Там идут автомобили, там идут поезда, там локомотивы вы увидите и так далее. А Америка в это самое время строит дома с колоннами. И все эти здания, библиотек, верховных судов, там черти чего, значит, которые в каждом штате, там свой маленький Капитолий и так далее, все это не что иное, как, значит, опять же, интерпретация на тему Парфенона, собора Святого Петра и так далее, и так далее. Они не замечали, не видели того богатства, которое обнаруживали вот эти вот левые, левые радикально настроенные европейцы. Это поразит нашему, в общем. Явление принято считать таким, таким, как бы адептом современной архитектуры в Америке Райта. Но он себя таковым не считал. Он, в общем, вышел из модерна. Он вышел из модерна. И эта линия, эта ветвь модерна, воспитанная имя, она очень родственна тому, что там, скажем, волновала Арта или Макинтоши и так далее, и так далее. Он был технически, может быть, лучше вооружен, лучше оснащен. Он жил в стране, которая в то время, в то время, в то время могла себе позволить гораздо больше того, что могли себе позволить европейцы. То есть, была более богатая страна, более оснащенной. Но Салливан, на которого принято ссылаться и так далее, стыдливо все свои фантастические небоскребы. Он их обвешивал такими, такими замечательными, значит, панельками с таким, каким-то флорентийским орнаментом. Не признавая, не видя, всего-то уже скрывается за ним. Но в это время уже в Европе, как вы знаете, был, значит, Пакстенов построен хрустальный дворец. В это время строились фантастические мосты в Америке и в Европе и так далее. И все это не могло не волновать. Но сосуществование этих двух настроений, того настроения, которое питалось образами техники, образами архаики и так далее, и так далее, которое вдохновило футуризм, наконец, эти настроения в Америке существовали. В Европе все было наоборот. Где-то они существовали. Но существование только потому, что это были вкрапления некие, вкрапления в другую жизнь, скажем, как по Франции. Потому что волновало это все и признаваемо это было либо очень такой утонченной частью левой интеллигенции, вроде там, не знаю, владельца Тукет-Хат, которые в Брно сделали эту виллу, пригласили мисс Ван-де-Рой туда, или каких-то других людей, или глав левых муниципалитетов. Очень-очень модный, престижный и так далее, позвать какого-нибудь там, для того, чтобы он сделал там дом для бездомных, для бомжей в Париже, или еще что-то в этом родилось. Вот это были все потребители этой самой современной архитектуры. И единственной страной, где эта современная архитектура стала чем-то абсолютно обязательным, единственно возможным и так далее, стала Россия. Больше сооружений, выполненных в этой парадигме, принадлежащих этой парадигме, парадигме, ставшей официально единственно возможной. Вот пример этого вы нигде не дойдете, кроме России. В течение практически 10 лет до 1935 года эти настроения доминировали совершенно отчетливо. Можно задаться вопросом, почему это произошло, как вообще говоря, все это могло состояться здесь, состояться в России, чем это было вызвано, какими вообще говоря культурными мотивами, процессами, силами, это могло быть возбуждено. Все разговоры о том, что живопись Малевича некоторым образом могла как-то быть вдохновлена русской иконописью, да, могла и не быть. Понимаете, эти связи слишком опосредованы, слишком опосредованы. Глубок, может быть, глубок там это присутствовало, да, фольклор, архаика и так далее, это несомненно. Но сегодня, сегодня мы можем с известной долей уверенности сказать, что двигателями вообще вот этих настроений, этих настроений, настроений, связанных с обращением вообще к другой архитектуре, к обыденному, к простому, к чистому и так далее, и так далее, в Европе стал, конечно, европейский протестантизм. Реформация принесла эти настроения. Реформация очистила храмы от декора. Реформация убрала декор прежде всего. Но в России не было реформации. Но в России было другое. В России был раскол. И было беспоповство. И как сейчас выясняется, оказывается, на гигантских просторах нашей страны людей, которые, как бы сказать, и верили, и не верили, людей, которые, на самом деле, не ходили в церковь не потому, что они были убежденными расходниками, а потому, что церквей и храмов не было. Потому, что нельзя было собрать священников в таком количестве, чтобы они обеспечивали всю эту гигантскую страну, да еще, вдобавок, отдаленные какие-то деревни и так далее. Таким образом, возникла, если не раскол, то тень раскола. Возникла беспоповство. А с ней возникла другая система настроений, очень близких, очень схожих с теми, которые принесла реформация европейская. А с этим возникли совершенно другие, отличные от официальных, представления о лучшем мире, там, царство божие на земле и так далее, мессии и прочее, да? И эти люди, и эти люди, в конечном счете, они пришли в ЧК, они пришли в конечном счете к партию большевиков, хоть что, как первая волна куда-то упралась. Они пришли с другими настроениями совершенно. Они пришли более подготовленными к этой чистой архитектуре, к аскетичной архитектуре, вообще к аскетичному образу жизни, к тому, что предложено было конструктивизм, чем кто бы то ни было. Надо сказать, что не только, не только бедные так себя вели, не только крестьяне, вообще русское старообрядство приняло, как вы знаете, деятельное участие в революции. Это были не только деньги, которые передавались через Горького, через, понятно как, Владимиру Ильичу, эсерам и всем остальным. Не только это, они собирали живых, причем, кого они собирали, там, ищукин, но они собирали, фавистов они собирали, то есть, там, супер таких радикальных людей, гипер радикальных людей. Вообще, выглядит все это, конечно, удивительно. Если вы посмотрите на фотографии щукинского особняка, увидите, как там висят все эти дорены и так далее на фоне, значит, этих, в этих интерьерах, там, с какими-то, значит, да, с позументами, это очень смешно, но это было, на самом деле, это было, это было, частью их, их естества, это было, это было органично для них, это было, естественно для них. Именно благодаря этому, мы как бы сегодня имеем все эти вот эти фантастические, фантастические коллекции, фантастические накопления, которые сейчас делят Эрмитаж и, значит, музей изобразительных искуток друг к другу. Что же, что же, что же, собственно, произошло дальше? А дальше, а дальше выясняется, что, что это торжество, современной архитектуры или профанного и так далее, тоже не длится вечно. И на смену, на смену, значит, всему тому, что было придумано, условно говоря, антротским и луначарским, приходит еще другая концепция, и Сергей Сергеевич приносит с собой абсолютно другую архитектуру, которая отчетливо может квалифицироваться как отнесенная к сакральному, к высокому и так далее. Это диктуется как задача, и секретарь союза архитекторов, как он назывался, или представитель союза архитекторов, значит, Карл Арлабян, он просто говорит, что моя задача и задача моих коллег заключает в том, чтобы всему миру показать богатство пролетариата. И он показывает это богатство, если вы посмотрите на все то, что делает, все то, что возникает, все, что в этом советском, раннесталинском арт-деко появляется, вы увидите, что там это есть. Что такое вообще арт-деко? Арт-деко это стиль богатых, это такое очень утонченное, изысканное представление о мире, о лучшем мире, которое создано вот такой межвоенной элитой. И вдруг, и вдруг, почему-то, значит, вот в стране победившего социализма эти представления, точно воспроизведенные какие-то детали, точно воспроизведенный язык и так далее, и так далее, становится официальным, не менее обязательным, чем язык конструктивистский до того. Не менее обязательным. И все это у нас продолжается до 54-го года, как вы знаете, со смерти Сталина, все это кончается, и вдруг возникает новый поворот. И опять же, это происходит только в России, это происходит только в России на фоне насаждения вот этого утопического сознания, меняющего декорации, полностью меняющего одежды с сакральных на профанное, с профанных на сакральные. В мире все это мягче, приблизительно то же самое, но несколько мягче. в качестве подобного всплеска, сопоставимого всплеска, конечно, можно вспомнить революцию 68-го года в Париже, значит, когда бензопилами пилили каштаны на больших бульварах и так далее, и так далее. Но все равно это не носило столь радикального характера, как это было в России. В Германии был один эпизод, в Италии тоже, вы все это знаете, да, кстати сказать, и в судьбе и одного, и другого, значит, Гитлера и Муссолини в общем приблизительно одинаково прослеживаются настроения. Они начинали очень часто под влиянием левого искусства. По крайней мере, Муссолини, он дружил с Маринетти, и Маринетти ему много чего шептал на ухо, и в какой-то момент он его выгнал и больше с ним вообще не общался. Но все другие перешли веру в Муссолини. Поразительные наши люди, все там, Марина Марини, Кирика и так далее, то есть все звезды вообще, итальянской метафизики и так далее, они в общем, конечном счете стали обслуживать и создали, создали, в общем, высокую архитектуру. Если кто-то из вас поедет в Рим, в общем, я думаю, что время вы зря не потратите, если посмотрите, в общем, на все то, что было сделано в это время, это ранее, то, что сделало, в кому это, действительно, в общем, выдающиеся вещи. То же самое, с той же высокой оценки, поверьте мне, заслуживает и все то, что было сделано при Сталине. При Сталине. Просто качество является чрезвычайно высоким. Практически недостижим. С тех пор ничего подобного мы не достигли, едва ли когда-нибудь достигли. Но это связано еще с какими-то обстоятельствами. Главное, что эти два настроения, как вы видите, они могут или соперничать и входить в такое, в общем, достаточно жесткое, состояние жесткого такого конфликта или сосуществовать, как это было в Соединенных Штатах. Что же это такое? Что же это такое? Вы знаете, когда мы говорим о том, что у всего того, что мы делаем, не знаю, там, решений, связанных с каким-то планированием города, развитием, вообще с пространственным планированием, есть некая социально-экономическая мотивация, мы иногда называя эту мантру социально-экономической и так далее, мы забываем о том, что вообще между социальным или человеческим или таким общественно-человеческим и экономическим или техническим и так далее, существует в общем пропасть. И объединить одно с другим весьма и весьма сложно, если, не сказать, практически невозможно. и существование этих двух пародий, этих двух систем представлений, оно и позволяет как раз сосуществовать где-то в одно время, в одном пространстве и такому социальному, человеческому, культурному компоненту и прямо противоположному, такому техническому, экономическому, рациональному, хозяйственному и так далее, и так далее. Что, в общем-то, не противоречит тому, что архитектура, опирающаяся на эту систему представлений образа, после чего была иррациональной. Вот то, что делал Татлинн, повторяю, это иррационально, потому что иначе быть не могло, равно как и вся поэзия, литература и так далее, и так далее. Это, кстати, это время было удивительно талантливых, удивительно одаренных людей, людей, которые открыли для себя, с восторгом открыли другой мир совершенно, которые в него погрузились, и многие там утонули, к сожалению, глубоко. Каждый из этих парадигм покрывает практически весь такой, создает для себя свой собственный интеллектуальный ресурс, покрывает все пространство сознания, начиная от системы целей и ценностей, так сказать, такого, высшего уровня, когда мы говорим, что же для нас является самым главным. Мы часто забываем об этом говорить, на самом деле об этом надо говорить. Надо говорить. включая право, то есть все законодательство, затем это вопрос политики, которая реализует в общем цели и ценности на базе права и так далее, управления и все остальное. Простой пример. Вот такой город, как Москва. Опять же, нам нынешнее его состояние кажется чем-то нормальным. На самом деле в центре и на периферии, вот в одном городе и в другом городе действуют совершенно разные законы. Разные законы. Здесь действуют охранные зоны, зоны регулирования и так далее, и так далее. Там этих зон регулирования. Здесь работают одни люди, одни архитекторы, те, которые называют себя специалистами, реставраторами, еще кем-то. Там работают совершенно другие люди. Здесь всем этим процессом руководит комитет Кибовского сейчас в культуре, а до этого он был в охране памятников культуры. И он говорил, это хорошо или плохо, нельзя или можно это делать. А там другие совершенно люди сидят. Это два города с разной юрисдикцией, с разными профессионалами, с разным законодательством и так далее. С изофреническим в общем состоянием мы с вами понимаем. Этого быть не может. И эта граница действительно драматично выглядит. Она выглядит очень тяжело, но это сугубо российское явление. Это свойственно только нам. И одной из задач в том числе, если говорить о том, что вытекает из всех этих открытий, конечно, является преодоление этих границ. Преодоление достижения некоего единства городской ткани. Разные абсолютно политики. Когда я говорю разные политики, это означает, что горная, сакральная, высокая своей целью считала вечная и недвижная. Сколь бы ни неэфемерным был тот материал, из которого мы что-то пытаемся делать, из которого мы строим. Все равно желание сделать навсегда и на века и желание сделать это недвижным предложением на одном месте являются такими родовыми, нормативными, если угодно, базовыми такими константами архитектурной практики. Это встроено в сознание архитектора. Что бы ни было. Но наряду с этим мы видим, что появляется абсолютно другая парадигма. абсолютно другие настроения, внутри которых более ценным, более значимым является временность, а точнее инновация или новшество, или инновация. И это повторяется как мантра, это повторяется как знак качества. Без объяснения причин. Новое значит лучшее. Мы говорим о том, что должны быть обязательно инновации. При этом ценностный аспект нами не анализируется. Он отсутствует. Главное быть новым в этой системе профанных представлений, в этой системе других представлений, отличных представлений. Новое является обязательной характеристикой, обязательным достоинством. Вне зависимости от того, хорошо это, плохо. И разумеется, движимое. Разумеется, движимое. Вот это движение, скрытое движение, которое должно быть демонстрировано, должно быть вам показано, и так далее, и так далее. Это мечта. Это мечта тех людей, которые считают себя людьми современными. Вот современная архтура должна двигаться. Надо сказать, что это еще вар-деко возникло, памятники начали двигаться. Мой учитель, о котором я уже сказал, Барш Михайлович, который выиграл конкурс на памятник первого спутника, все вы, наверное, знаете, вот это был памятник, которому запечатлено движение, по его представлению. Вот это запечатленное движение на самом деле было ничем иным, как желание оторваться от земли, уйти от земли. Это некая мечта, это некая установка, это некоторая идея очень многих, тех, для кого дом на колесах и машина для жилья является некой целью, является идеалом. Пять признаков Корбюзье, пять принципов Корбюзье, вы знаете, первый или второй это дом на ножках, било собой, лучшая, самая блистательная вещь, она старается не касаться земли, она старается парить, не иметь ничего общего с землей. Высокая архитектура укореняется в землю, она уходит, она уходит под землю. Именно поэтому станции метро, которые нам так хорошо знакомы, они превращены в дворцы, они не могут быть иными, кроме как дворцами под землей, то есть будучи очень прочно как бы в земле расположены, размещены, укреплены, они становятся дворцами естественным образом, как прохрам человеческий, некое в общем такое сакральное про пространство, как гробница, как могила, как все то, мы храним память предков и так далее. Для сакрального сознания важно абсолютно иное. Генплан Москвы 1935 года назывался генпланом реконструкции Москвы. Реконструкции. Генплан Щусева назывался, хотя он был гораздо более консервативный, назывался генплан новой Москвы. новой Москвы. И в этой лексике содержится нечто весьма значимое. Это посыл, который должен все объяснить. Если мы хотим строить вечное, мы должны реконструировать. Мы должны повышать интенсивность использования, улучшать то, что у нас есть, делать его вечным, ценой постоянного восстановления, постоянной заботы об этом и так далее. Если мы ориентированы на новое, нам не нужно думать о восстановлении, не нужно думать. Вот вся наша индустрия панельного домостроительства, она не умеет работать с ремонтом. Эти дома не ремонтируемы, в принципе. Поэтому они стареют, поэтому мы получили тот кошмар, который мы получили. Из 3,5 миллиардов жилья, которые мы сейчас имеем в стране, три четверти построено многоквартирное жилье, и половина, это не я придумал, это Росстрой говорит, половина, Минстрой, это жилье не кондиционная панель, она не может быть качественной. Почему? Потому что вся эта машина настроена только на то, чтобы строить, строить, строить новые, идея, идеология, нехорошее слово, тем не менее, некая идея, программа, сценарий, предполагающая другое отношение, отношение как к святости, разумеется, это подновление икон, это подновление постоянное воспроизведение и так далее, всего того, что было. В восточных культурах это еще более отчетливо, в китайской, в японской, вообще в дзен-культуре, когда храм разбирается и строится заново, кстати, крестьянские усадьбы у нас тоже, мы знаем, они раскатывались, собирались, это было норма и никому не казалось, что это, что это новый дом, это был старый дом, старый дом. Отношения между, между сакральным и профанным может также строиться на, в принципе, простое и сложное. простота вообще была идеалом. Протесты, реформации и так далее, отказ от всего и другого. Почему? Орнамент, орнамент, и все, что мы на себе носим, какие-то там, значки, погоны и так далее, и так далее, все это, все это некое производное от оберегов. Обереги это то, что делает нас защищенными, делает нас вечными, делает нас святыми. Реформация не нуждается в этом. Они говорят, что мы не нуждаем, мы непосредственно с Господом Богом беседуем, мы не нуждаемся ни в каких, ни в каких защитах и так далее, и так далее. Поэтому на всех, на всех домах реформистских церквей, сектантских и так далее, и так далее, вы не увидите иконы, поэтому там нет священников, есть пастырик, которые, в общем, не более чем, так сказать, объясняют вам содержание там Нового Завета или Ветхого Завета или еще чего-то. Они непосредники, вы непосредственно общаетесь с Господом. Им не нужно украшать себя, им не нужно, им не нужно делать татуировки и так далее, и так далее, это очень сильный ход, это очень мощный шаг, это действительно, в общем, другое сознание, которое отчасти к нам вернулось или пришло к нам вот в те годы, в то время появления современной Артура, которую я вам сказал, которое ушло потом и снова вернулось в хрущевские времена, снова вернулось вот с той архитектурой, которую мы вправе называть низкой, профанной и так далее, с вот этой вот панельными домами, со всеми этими вещами. В профанном сознании не существует сверхзадачи, ее просто нет. Итак, легкая, минимальная, чистая и главное, немедленно получаемая, немедленно, вот получить здесь сразу и все. Вот это, это один из главных идеалов, основных идеалов профанного сознания. сложная и высокая могут быть только комплексными, только многоаспектными, только многослойными, только ориентированно на решение множества вопросов и так далее, и так далее. Вообще говоря, это отдельная тема, может быть, об этом чуть-чуть позже я скажу. профанная склонна к игривости, вообще к игре, к шутке, к шалости, к легкости и так далее. Сакральная всегда таинственна, она обязана быть таинственным, она обязана быть нераскрытым до конца. Ну, дальше одно из главных отличий, главных особенностей, то, что профанное погружено в тренд, во временной поток, время является интегратором, сакральное погружено только в пространственный контекст. И когда вы открываете книжку паперного Вадика, которая называется известным образом, значит, я извиняюсь, факт-контекст, вы читаете там все то, что пишут люди, которые осознанно, неосознанно, как угодно, но, в общем, принадлежат профанным настроениям. Им не нужен этот контекст, он их ограничивает, они стремятся быть современными, они стремятся быть новыми, они стремятся быть в тренде, это для них самый, это доминант их поведения, и это очень мощная доминант. Если говорить о том, что сегодня происходит в нашем сознании, в нашей культуре, в профессиональной культуре, стремление быть в тренде гораздо более активно, значимо, существенно, высокооцениваемо и так далее, чем быть внутри своего собственного контекста, естественного контекста. Эти люди не понимают одного, что те, кто диктует, формирует этот тренд, они вышли из собственного контекста. Просто, если попытаться понять, как этот контекст, как этот тренд формировался, вы увидите, что он формировался на основе локальных открытий, местных открытий, которые потом стали достоянием все большего и большего собственного, расширились и так далее. Именно так система звезд устроена и так далее, архитектурных и всех других звезд. Но следование тренду это понятный путь абсолютно. Гораздо более трудный, гораздо более сложный путь существования внутри контекста, собственного контекста. Контекстом двояркий, он двухслойный всегда является. Это близкий контекст, это конкретный контекст, то есть, когда вы получаете какой-то участок возникает задача построить дом, вы должны сделать так, руководствуясь контекстом, чтобы он следовал некоторым правилам и порядкам, которые у нас, наверное, должны быть когда-нибудь записаны в правиле безнепольной застройки в ПЗЗ, в других городах это называется zoning law, в таких странах, как Тоскана, еще где-то где-то где страна охраняется, где охраняемый ландшафт, и культурный, и природный, там вообще природного нет, весь ландшафт, там вообще строить ничего нельзя, и существует жесточайшее предписание того, какой должна быть крыша, наклон, из какого материала, какого цвета, и так далее, и так далее, и так далее, все это прописано и четко определено, никаких колебаний там быть не может, и никакого присутствия в тренде, этого не может быть, просто, этого не может быть, если вы посмотрите портфолио современного архитектора, если вы полистаете журналы, вы обнаружите удивительную вещь, вы никогда не поймете, что вокруг тех домов, которые там показаны, сегодня они присутствуют полностью выбранными, выделенными, извлеченными из контекста, из окружения, они присутствуют в некотором своем собственном таком сообществе, они входят в свой собственный ряд, и правильно или хорошо, я не собираюсь никого осуждать, я говорю просто о том, что есть, что есть, но я глубоко убежден в том, что внутри тренда мы можем быть интересны только как его создатели, как эпигоны, последователи, как люди, люди, получающие все это из вторых, третьих рук и так далее, мы не будем никому интересны, это бесспорно так, мы можем продержаться в какой-то момент на рынке, потому что тренды формируют рынок, это понятно, не контекст формирует, тренд формирует рынок, можем, но не более того, мы не будем никогда никому интересны, интересы вызывают только тот, кто ощущает свой собственный контекст культурный, именно на этом построили сейчас китайцы, многочисленные китайцы, которые сначала поехали в Гарвард, которые сначала поехали там, ели еще куда-то, они заполнили все лучшие школы архитектурные в Соединенных Штатах и Европе, потом вернулись к себе и стали делать свою китайскую архитектурную, не все, не все, но те, кого мы сейчас знаем, и сегодня на всех архитектурных сообществах, на каких-то там всяких, всяких больших международных конференциях уже не этих звезд приветствуют аплодисментами, не их обожают, а встречают с восторгом вот этих китайцев, так вот, застегнутых они в таких, значит, своих, этих самых все в тучках и так далее, это люди номер один сегодня, потому что их слушают и их слышат сегодня, потому что они могут сказать что-то такое, что мы не услышим от тех, но это связано теснейшим образом с тем вообще, что такое стиль и что такое мода, определение бездна, конечно, да, но на таком, на интуитивном, на эмоциональном уровне мы с вами прекрасно понимаем, что стиль это скорее то, что формируется местом, мода это то, что формируется временем. Понятно, да, мы говорим там, хоть мы говорим там, стиль Наполеона Третьего, но мы знаем, что это Франция, что это Франция совершенно определенного времени и Франция в определенном месте как бы существующая и так далее, и так далее. Стиль это некое отражение картины мира, которое очень четко соотнесено с местом, на котором она возникает. Потом это может оторваться, потом это может блуждать и так далее, потом, по всему миру появится там второй, третий, двадцать пятый Париж, и все будут говорить там Буэнос-Айрес это там второй Париж или там третий Милан, или там Одесса это там, не знаю, вторая Вена или что-то еще. Но стиль зарождается в общем на месте. Мода, мода, и мы знаем, что, как она, как вообще этот организм существует, как он выглядит, как он движется, как он меняется, и он, конечно, принадлежит времени. Интегратором является бесспорно время. Как же строится процесс проектирования внутри одних и внутри других представлений? Ну, во-первых, надо понять, что традиционная российская школа, она в общем принадлежит, конечно, сакрайне пройти, бесспорно. Она имеет академическую природу. И даже пройдя через всякие состояния Хутемаса, Хутеина и так далее, Московский Архитектурный Институт все равно в себе это сохранил. Я должен несколько отлезть и сказать вам вот еще о чем. Вот под этим зонтичным таким названием современной архитектуры в этой упаковке на самом деле скрываются совершенно разные люди и разные настроения и разные предпочтения. И если бы столь не похожие друг на друга люди, как Константин Степанович Мельников и Гинсбург услышали, что они оба являются конструктивистами, то Константин Степанович сошел бы с ума. Понимаете? Он ненавидел люто всю эту публику и конечно был человеком, который строил храм. Причем не большевистский, не какой-то такой, это был верующий, так сказать, вполне себя осознающий человек, такой современный масон. И это действительно так, это чувствуется. Великий человек Ладовский, который говорил о том, что пошел этот самый Гинсбург со своим функционализмом и так далее, который ощущал форму как вполне самоценное нечто, который конечно был строителем храма, вне всякого сомнения. И вся его школа и так далее, и так далее, конечно, подтверждают вот это предположение. В современной архитектуре, в смысле того, о чем я хочу сказать, весьма и весьма прост, скрываются обе эти парадигмы, под этой шапкой. Хотя началось все так, как это началось, с Корбюзей, со всех прочих, но продолжено это было, и превратилось, и трансформировалось это в нечто совсем иное. А потому этот термин абсолютно не работает, он не рабочий, он абсурдно мне представляется, противоречивым, недостойным, и даже и даже не спасают всякие образования или новообразования вроде постмодерна. На самом деле постмодерна есть ничто иное, как естественное обращение к сакральному после вот этих десятилетий пребывания в профанном пространстве. Просто появились люди, там, Лео Крир и так далее, который нашел обожателя в лице принца Чарльза и который сказал, сколько мы будем строить еще эти жуткие кварталы и так далее, в которых вообще жить невозможно. Смотрите, у нас есть наши прекрасные британские города, давайте мы посмотрим, нельзя ли получить что-то подобное. трагедия этого явления заключалась в том, что несмотря на то, что настроение подозрений их, они были абсолютно оправданными, своевременными, логичными и так далее, там просто не было талантовых людей, столь одаренных, как те, которые строили вот это здание современной архитуры. Вот это их основная беда. не знаю, Вентури может быть, едва не единственное исключение. Вентури, Чарльз Мур, наверное. Но он был скорее шутником, понимаете. Все-таки здесь надо было отдаваться этому, отдаваться полностью до конца и так далее. Но это было именно призывом к возврату, переходу в другую парадигму, ничем иным. И они содали, если говорить о каких-то реальных достижениях этого явления, это не новый декор, это не то, о чем Дженкс пишет. Это прежде всего их урбанистическая программа. И прежде всего возврат к физическому планированию. Это то, что, условно говоря, другое градостроительство и другой подход полностью исключают, убирают и так далее. Физическое планирование, создание чего-то осязаемого, создание, наконец, пространства, формы и так далее, это то, что отличает, вообще говоря, сакральное от всего другого, которое не чувствует тяги, веса, значимости, материи, материала и так далее, или в меньшей степени это переживает. Я не ругаюсь, я говорю о том, что существует в сознании или в подсознании. Архитектура в российском контексте она именно такова. Но дизайн в англосаксонском контексте, в том, который мы любим как-то переживать, ощущать, цитировать и так далее, есть нечто прямо противоположное. Прямо противоположное. И поэтому, когда мы здесь у себя говорим, вот это архитектура, а это дизайн, мы где-то правы. Потому что architectural design, industrial design, как угодно, interior design и прочее, прочее, это то, что на самом деле лишено той сверхзадачи, не выстраивает и не пытается выстраивать, за редким исключением. Я не говорю о том, что там эту сверхзадачу и так далее. И строится по принципу действительно индустриального дизайна. Вопрос-ответ. Проблема-ответ. И другая абсолютно организация этой практики, абсолютно иная. Если архитура синкретична, то дизайн он специализируется. Вообще говоря, эта профессия сегодня движется, это очень непросто представить, движется одновременно в двух направлениях. В силу существования вот этих двух парадигм. Она движется с одной стороны, с одной стороны движется к интеграции, старается сохранить свою синкретичность, старается сохранить контроль над всей поляной, над всей областью, над всей сферой. Старается делать все действительно до дверной ручки. Это очень мощное такое настроение. Когда Корбезье спрашивали, может это сделать общественный туалет, он сказал, да, я сделаю туалет, но я сделаю его на фоне города на 10 миллионов жителей. Все великие архитекторы 20-го столетия, вы знаете, ранее и так далее, делали все от парка, от генерального плана до дверной ручки. Это действительно так. Дизайн совершенно иную природу выстраивает, иную систему отношений, где все четко разделено. Если надо кузов сделать, значит пенинфорина делает. Если надо сделать фасад, как Рерберг, он приглашает студентов. Вот Рерберг замечает не очень успешный архитектор, который построил Телеграф, построил Киевский вокзал, не он рисовал все эти фасады, не он. Это рисовали те ребята, студенты, безымянные, абсолютно, которых он приглашал. И это нормально, в этом нет ничего плохого. В его логике, в его логике это правильно, это правильно, это командная работа. И ну и что, так, так, так положено. Меня поразило, что в свое время я очень часто слышал от западных своих коллег такое слово «too creative». Вы что-то, ребята, да, вы вообще поосторожнее с мозгами. Это очень серьезное заявление. Им не надо быть, им надо быть очень организованными, дисциплинированными, строгими, решать задачу. Здесь и сейчас решать задачу. И это дисциплинирует, это обеспечивает тот действительно реальный успех, в общем, который мы наблюдаем. Прогресс. Конечно, конечно, вот это ощущение прогресса и так далее. В сакральной парадигме прогресса нет. Об этом писали многие, об этом блистательно писал Карл Чапок о том, что когда он спустился в эти французские пещеры и увидел настенную живопись, увидел фантастическое движение руки человека, который сколько лет, 25 тысяч лет тому назад все это рисовал, он понял, что прогресса нет в искусстве, нету, прогресса нет в той архитектуре, которая считает себя сакральной. Дизайн, он обязан быть прогрессивным, иначе он не дизайн, иначе он никому не нужен. Есть еще одно существенное отличие. Если вы посмотрите мастерские многих современных архитекторов, вы увидите, что они гордятся тем, что на одну и ту же тему у них выстроено 500 моделек, круглые, квадратные, такое-сякое, красное-белое, в дырочку, не в дырочку, и так далее. И все это несется заказчику, и заказчик тычет пальцем и говорит, что вот это, а не это. Это некая норма работы в этой парадигме, в этой системе сознания. И нынешние заказчики очень часто говорят, ты что парень ты мне принес? Ты давай, ты еще потрудитель. Они не понимают, что для человека с другим типом сознания, другим типом мироощущения существует только одно решение. Вот для Мельникова существовало только одно решение. И оно существовало для этого места, а не для какого-то другого. Когда ему, а, хан Магомедов мне рассказывал, Селим писал о нем первую книжку о Мельникове. И вот он к нему пришел и говорит, вы знаете, я вижу, что у вас существует какой-то творческий почерк, вот у вас есть приемы, которые... Он говорит, ты с ума сошел? Я каждый раз начинаю жить заново. Каждая вещь, которую я делаю, это вещь с чистого листа, с нуля. Это представляет для меня интерес. Я строю новый мир каждый раз. Дизайн это абсолютно иная стратегия. Это повторяемость, это... если это оправданное решение, оно должно быть использовано до конца, с максимальным эффектом, с максимальной отдачей. Разные способы обучения, разные институты обучения тому и другому. Это академия, это нечто такое, где стены говорят, где существует какая-то атмосфера и так далее, и так далее. и студийная атмосфера, другая абсолютно. Меняющаяся, подвижная, волнующая, наверное, и так далее. Но другая. Это, не знаю, там, стрелка, еще какие-то заведения такого рода, но это не академия. Это нечто принципиально иное. Да, это профанная оптимизация, конечно. Вот в лексике все эти слова, они чрезвычайно характерны. Оптимизация. Мы сегодня занимаемся оптимизацией. Оптимизация, я знаю, всего чего угодно. Это вот как инновация, новация, оптимизация. Для высокой архитектуры, для горнего важна структурность. Важна структурность. Вот сейчас идет рассмотрение каких-то генпланов в Севастополе еще. И очень четко видно, как человек думает, какому типу сознания он принадлежит. Потому что один рисует пространственный каркас сразу же, городу, он не видит города иначе, как города наделенного очень четким пространственным каркасом. Это то, что в Москве сейчас отсутствует. Вот понять, что сейчас в Москве делается, в общем, достаточно сложно. Понимаете? А другой говорит, нет, вот мы смотрите, мы вот здесь проведем, тут соединим, тут оптимизируем и так далее, и так далее. Вот здесь надо, значит, там как-то замкнуть. Это другой тип сознания. Он тоже может работать, он тоже существует. Есть только одно отличие, понимаете? Там, где отсутствует рабочий, работающий каркас, там, где он не завершен, там, где у вас половина скелета, условно говоря, или половина карминотных сосудов, там их надо достроить. Достроить. Тогда можно говорить об оптимизации. Тогда можно говорить, но не раньше ни в коем случае. Иными словами, и тот, и другой подход, они актуальны, но каждый в своем случае на своем месте. Вообще говоря, для сакрального более существенно, более существенно, то, что можно назвать связями, связанностью, взаимосвязанностью, единством, непрерывностью и так далее, и так далее. Профанное дискретно, в принципе. Это группы, это там групповая форма. Вот у Фомихи Камаки была такая очень красивая статья, посвященная вообще теме групповой формы. Это супрематизм. Вот супрематизм это такая апоэтизация групповой формы. Когда каждый вправе вести себя так, как ему кажется. И по этому принципу мы делаем города. Но для городов, к сожалению, это не работает. Это не тот язык, не тот прием, не то средство, которое в состоянии сделает город человеческим. В силу многих обстоятельств, в силу нашего поведения и так далее, многих предпочтений и прочее. Кстати, сказать, если говорить о достижениях внутри одной парадигмы и другой, которые в общем состоялись в 20-м столетии, то очевидно одно, что все-таки, несмотря на очень высокий уровень культуры, архитектуру выиграли современные архитекторы. Но город они проиграли. Город они проиграли полностью. И в этом отношении, как ни удивительно, неким, неким исключительно интересным примером является белый город Тель-Арива. Это город, который построен на основании британского кода урбанистического, где все очень четко задано. Ширина улиц, высота домов, разрывы между домами и так далее, и так далее. И стоят современные дома, которые сделали выпускники Баухауса. Вот это один из лучших вообще современных городов. Он сейчас может не в очень хорошем состоянии, но будет у вас возможность, поезжайте, посмотрите, возможно, возможно, вам покажут, что я говорю, говорю правду. В профанной парадигме предпоседания дается малым делам, вообще концепция малого дела, она родилась именно в этом типе сознания. Точечным, избирательным актом и так далее, и так далее. Такая вот акупунктура. Считается, что мы можем вылечить человека вот некоторыми, некоторыми тонким прикосновениями. Ну, я допускаю, что это возможно, если человек здоров, если он просто ангина или там что-то такое, да, или там так сказать, что-то несерьезное, но если это тяжелое заболевание мозга, рак и так далее, и так далее, то без хирургии тут не обойтись, без серьезного вмешательства, без системных мер, без тех жестов и тех средств, которым располагает другая парадигма, здесь не обойтись. Ну, об этом можно долго говорить, о предпочтениях в одном случае больших проектов, других в системе профанных представлений огромную роль играет осязаемость и сведение до почти каких-то тактильных размеров объекта, проектированного объекта, с которым вы имеете дело. Для сакрального вот этого сообщества идеалом является большой проект, что-то грандиозное. Архейм в такой книжке очень хорошей он написал об архитурной форме, он очень тонко пишет о том, что вот вообще макет моделирования, уменьшение большого до маленького создает очень комфортное ощущение такого владения, владения миром, владения всем. На этом, кстати, построена наша любовь к большим макетам. Знаете, Москва, которая вся там вот и так далее, и так далее. Это очень характерное ощущение, ощущение, которое эксплуатируется, присутствует внутри вот такого профального сознания. Предметоподобие, конечно, очень важно для этого типа. Ну, я чувствую, что я уже заговорился. Значит, в одном случае мы не стесняемся говорить о том, что это красиво, это красиво. Мы не стесняемся говорить о том, что город должен быть городом ансамбля. Мы не стесняемся. Это в системе вот таких сакральных. это тоже сегодня третируется, тоже сегодня как-то не считается актуальным, тоже не считается важным и существенным и так далее. В другом случае мы боимся говорить о том, что красиво. Мы боимся делать красиво, мы специально бежим. И это очень активно, очень действенный, очень серьезный и такой сильный прием современного искусства, вызывающий, который трогает вас. Можно еще много и долго говорить про это, но я думаю, что почти больше того, что я могу вам сказать. Я не призываю вас верить, я призываю вас просто поразмыслить на эту тему и может быть это позволит взглянуть на окружающий вас мир как-то чуть иначе. Я еще вам могу картинки показать, которые я рисую, если интересно. Если нет, Только не вполне овладел вот этим самым. вот видите, чем я занимаюсь? У меня есть такой книжки у меня есть, я домов построил много и начинается не так. Я написал такую книжку, это моя докторская диссертация о геометрических основах архитуры и картина Невы. Вот про всякие углы, ворота, про границы, дороги и так далее. Вот о таких. А Алексей Викторович когда-то напечатал одну мою статейку на эту тему. В замечательном журнале, который он когда-то издавал. Это рисунки разные мои про города. Это я все рисовал. музей Майковского, который вы знаете. Это я не старался как бы это новое издание этого самого Мимо. Все вы знаете эти дома. это Елоковский пассаж называется. прямо идет от Еофановского вестибюля метро на главный купол. Ну качество что бы сделали из того что было. Но навечно. Дом этот тоже наверное знаете. Этот тоже я очень рассчитывал на него но очень скверно сделан. Тоже наверное знаете этот дом на Олимпийском проспекте. Еще один дом рядом. Музей Пушкина. Это реконструкция. Это тоже такой офис. Вообще много чего построил. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо вам. Вопросы? Пожалуйста. Скажите пожалуйста мне не раз поводилось слышно проностранных гостей Москвы в самое разное время о самом храме людей что стало впечатление что в вашем городе нет хозяина. Все происходит как конечно начиная архитектуру заканчивая вообще заботой о городе. Скажите пожалуйста как у вас ваши ощущения есть какое-то будущее у вас в этом смысле сверху отца тоннеля то есть что будет делаться здесь по-моему у нас Вы знаете вопрос такой что мне можно отвечать и до утра завтрашнего дня и еще год я могу сказать что здесь несколько аспектов первое заключается в том я по-моему об этом сказал беда Москвы прежде всего заключается в том что мы начинали в течение лишь двадцатого столетия трижды строить другой город на одном и том же месте трижды практически не успев закончить ни разу сейчас мы строим четвертый раз или какой-то еще и всякий раз нас был хозяин так вот наличие хозяина не является гарантией того чтобы этот город был прекрасен целостен единым и так далее важнее гораздо другое важнее отношение к земле вот то что у нас 92 процента земли в стране она принадлежит государству то есть никому да вот это является одним из условий в общем того что отсутствует преемственность отсутствует некий закон и порядок на основании которого город может и должен формироваться нет вот того что что есть в Каталонии что есть еще где-то понимаете где существуют очень четкие очень жесткие закономерности воспитанные десятилетиями столетиями тысячелетиями вот вот это наверное самое самое таскать печальное ления я думаю что меняется конечно мы становимся умнее становимся умнее мы начинаем думать мы начинаем задавать эти вопросы раз мы задаем эти вопросы Значит, это значит, что у нас есть шанс как бы средоточиться и решить их. Потому что какое-то время тому назад мы не задумывались, понимаете, над этим. Не задумывались. Спасибо. Спасибо. Вы как думаете, вы годитесь своими домами, да, вы как архитекторами годитесь? Нет, не горжусь. Нет, нет у меня этого, знаете, да. Это очень хорошо. И другое хочу сказать. Насколько архитектор должен сегодня вообще присутствовать в системе управления городом? У нас почему-то архитектура как-то сама по себе, а вся структура почему-то абсолютно сама по себе. Вот, где там Браво, там префектура. И есть Генгитин, Сентральный дом архитекторов, Союз архитекторов и Институт Генплана. Они сами по себе, понимаете, и жители сами по себе, понимаете? И вот как вообще архитектор сегодня должен взаимодействовать? Вы замечательным образом ответили на свой вопрос, я даже не знаю, что значит. Приходится с вами согласиться, наверное. Да, 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 да. Роль профессии, начиная с какого-то времени, абсолютно недооценивается, абсолютно недооценивается. Сегодня роль эта не заведена до, не знаю, там, до рисования каких-то фасадов и еще чего-то. Это означает, что да, да, нам, с нами не советуются. Вы знаете, даже у Ленина было такое выражение, называлось как это, useful idiots. Он называл определенную категорию людей, которые себя считали профессионалами, значит, полезными идиотами. То есть, есть такие идиоты, с которыми надо иногда, значит, посоветоваться. Вот, наверное, придет такое время, надеюсь, когда с полезными идиотами будут советоваться. Сейчас пока еще, да, не всегда это происходит. Хотя признаки этого, они, в общем, они наличатуют, понимаете. Значит, да, к сожалению, глубоко можно, значит, там, генплан, схемы терпланирования, еще чего-то. Живут сами по себе, город живет сам по себе, архитекторы рисуют что-то сами по себе, значит, жители сами по себе. Ну, вот, это и есть такое, так сказать, частичное, да, шизофреническое сознание, о котором я деликатно вам вначале сказал. Но, наверное, нам надо преодолевать все это. Наверное, нам надо в большей степени осознавать собственную ответственность и личную, прежде всего, ответственность и за себя, и за своих детей, и за свой город. Да, нам этого не хватает. Да, понятно, что нас отделили от этого. 70 лет мы не могли участвовать в процессе формирования окружения собственного, не могли. Да, вы понимаете, наши, мой дедушка сам строил себе дом. Я думаю, что ваш прадедушка тоже, да. Ну, а потом, значит, в течение, там, 4-5 поколений людей, да, их заставляли жить так, как они не хотели, но так, как их заставляли. Все, о чем вы говорите. Это необходимо было для того, чтобы управлять вами, управлять эффективно и так далее, и так далее. Сегодня в итоге мы получили систему ЖКХ, вот ту, которую мы получили, в которой непонятно, что делать, и так далее, и многое другое. Да? Спасибо большое. 10 еще вопросов. Пожалуйста. Андрей Владимирович, здрасте. Такой вопрос первый, немножко и в вашей молодости. Какие важные уроки преподала вам судьба и ваши учителя, которые послужили формированием вашего воззрения на градостроительство, на архитектуру? Это первый. И второй, как нам сохранить оптимизм в то время, когда мы видим, что наша профессия уходит от городского приоритета для развития города? И, выражаясь вашими словами, про факта выходит на первый план, а истинное искусство архитектуры и градостроительства, оно осталось никому не нужным. Как сохранить оптимизм в таких условиях? Ну, вы знаете, значит, первое, что хочу вам сказать, мне очень повезло, я очень благодарен своим учителям, вообще всем тем, с кем я работал. Работал с блистательными людьми, наверное, одним из лучших людей вообще 20-го столетия. Так случилось, что я знаком был с Мельниковым, когда я был совсем маленьким, у меня мама архитектор, мы ходили к Желтовскому. Желтовский, как вы знаете, был дружен с дочерью Пушкина Александра Сергеевича, но мне не довелось пожать ему руку. А вот мой приятель, близкий, он, будучи таким же знаменитым, жал руку Желтовскому и сказал, что я в одном рукопожатии от Александра Сергеевича себя ощущаю. Вот это очень важно, понимаете, ощущать себя в одном-двух рукопожатиях. Я благодарен судьбе, что работал там с Мерсоном, Белопольским, Воскресенским. Это действительно были подлинные звезды, абсолютно недооцененные, абсолютно просто. Люди, которые, ну, масштаб личности, уровень профессионализма, просто, не знаю, все, включая их поведение, отношение к женщинам и так далее, и так далее, говорил о них как людях великих просто, замечательных во всех смыслах. Я счастлив, потому что они меня научили, ну, многому, я не знаю, мне трудно говорить о себе, трудно говорить. Я не люблю говорить о себе, я не восхищаюсь собой, мне это не нравится вообще в других людях и стараюсь в себе это подавить. Это не есть некая закомплексованность, это другое, понимаете, это другое. Я думаю, что люди, которые нравятся себе, они останавливаются просто в какой-то момент. Это очень, очень такое опасное занятие. Наверное, этому я тоже научился у этих людей. Что же касается нынешней ситуации, я думаю, что она не так печальна. Были гораздо, гораздо более печальные времена. В слово профанное я не вкладываю какой-то, какой-то оценочный смысл, упаси Господи. Да, и слово профанация, оно, оно как бы однокоренным является, но, но оно не, не относится к тому, о чем я вам говорил. Я думаю, что мы обязаны надеяться на то, что мы будем свидетелем возрождения архитектуры, возрождения интереса к городу, к окружающей среде и так далее, и так далее. Это то, что сегодня как бы висит в воздухе. Другое дело то, что этот процесс может быть остановлен искусственно, в силу отсутствия средств, еще чего-то и так далее, и так далее. Но некая общественная потребность, она назрела, она созрела. Мы не можем дальше существовать в мире, который существенным образом отличается не в лучшую сторону от мира наших западных соседей и восточных соседей. Да, мы оказались сейчас между Китаем, который некоторым образом изменился за последние годы, и вполне, так сказать, благополучной Европой. Нам деваться некуда, нам надо заниматься тем, о чем я сейчас вам рассказывал. Выхода нет просто. У меня один вопрос есть. Я слышал не так давно выступление экономиста, очень известного, его зовут Александр Аузан, он занимается институтами. И он говорил о том, что, как-то очень мелко сформулировал, когда спросили, какие политические взгляды в обществе вам больше нравятся, они там кажутся вам более приемлемыми для того, чтобы ситуацию сравнил. Он сказал, что меня не интересует политический взгляд, меня интересует их длина. То есть, длинные взгляды договариваются между собой достаточно легко в некой перспективе, короткие никогда. Вот эти две тенденции, о которых вы говорите, две парадигмы, сакральная, профанная, правая, левая, они в архитектуре когда-нибудь договаривались, так как демократия договаривалась с монархией? Конечно, конечно, конечно. Огромное количество есть, так сказать, химерических образований, огромное количество есть гибридов и так далее, и так далее. Я вам говорил, что в одной судьбе мы встречаем и то, и другое. Сегодня масса есть архитекторов, которые говорят на одном и на другом языке, одинаково владеют. Это становится даже некоторой нормой, это становится, ну, своего рода признаком времени. Я не знаю, хорошо это или плохо, я говорю о том, что это есть. И они осознают о том, что они играют, как бы, играют в разные роли и играют в разные игры. Это действительно так. Ну что, спасибо вам огромное. Спасибо. Вопрос не очень интересный для других. Знаете, я жил как раз в том месте в Осмого районе, и дальше обычаи в Осмого районе. Да, знаю, про жилье место. И это место, и, понимаете, наш район по прошлым годам организовал, собрали прописи, чтобы на этом месте построили культурный центр и студиоз. Я проектировал на этом месте Нейкрасскую библиотеку долгие годы. Да, и я, и мои окна выходят на это место, и я собрал тоже прописи, чтобы там было библиотека.